Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Лето наступило. В Сибири это всегда особый период. И неважно, жара, проливные дожди или как-то прохладно на улице. Это время отдыха. И в Недума мы, конечно, много времени проводим в эти летние месяцы. Сегодня поговорим о том, как безопасным сделать свой отдых и что делать, если получили травму. У нас в гостях эксперт. Это Андрей Пандрак, травматолог-ортопед. Добрый вечер! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, откуда вот сейчас больше всего травмированных людей к вам поступает? Ну, скажу так. Травма, она всесезонна, круглогодична, внезапна. Травма может случиться везде и всегда. Но есть некая все-таки сезонность. И связано это с тем, где мы проводим свое время. Дома, на улице. И с учетом того, что сейчас теплое время года, мы все стараемся выбраться куда-то на природу, на дачу. И начинаем там активно заниматься разными делами. На шашлыках можно травму получить? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Просто нужно отдавать отчет тому, что ты делаешь. И предварительно подумать, а все ли я сделал для своей безопасности. Так, а что надо сделать, чтобы, ну, как-то себя обезопасить? Ну, если ты собираешься просто что-то сделать, подумай. Вот есть старая стремянка, она гнилая, досточки. Ну, возьми, проверь перед тем, как сразу полезть на второй этаж. Ну, вот вы сказали, вот уже начали, да, немножко что-то рассказывать. Все-таки летом, сезонные чисто летние травмы, это какие? Чисто летние травмы, ну, с учетом просто того, на что люди бегают, прыгают, катаются. Самокаты, не так вошедшие давно в моду, электросамокаты. А вот, скажите, скажите, при столкновении кто страдает больше, самокатчик или пассажир? Ну, там, как говорится, как повезет. Куда, как произошло столкновение, на какой скорости. Поэтому так. Самая страшная самокатная травма, которую вы видели? Потому что действительно стала уже, ну, проблемой в больших городах. Травмы были достаточно серьезные. Это закрытая черепно-мозговая травма, это травмы брюшной полости, это открытые переломы конечностей рук, ног. То есть все что угодно может быть. Ну, кроме того, что в городе люди по-разному развлекаются. Ну, велосипеды, понятно. Мы все тоже знаем, что на велосипедах. Вот, кстати, как часто попадают люди, которые ездят на велосипеде без шлема? Ну, не могу вам сказать точную статистику. Не зря же придумано все. Это для нашей же безопасности. И если есть рекомендация кататься со шлемом, как на роликах, так на велосипеде, все, что связано с повышенным риском получить травму, ну, давайте себя обезопасим. Наколенники, надлокотники, шлем. Они действительно защищаются? Конечно. А вот, смотрите, как-то несправедливо получается, значит, ролики, велосипед в шлеме. А почему на самокатах без шлема? Которые часто, знаете, даже большую скорость развивают. Ну, скажем так, может, пока просто регламент какой-то не разработан. Хотя сейчас ужесточают. С этого года там ужесточение пошли и приравнивают их. Надо ортопедов включать в эти комиссии, травматологов, я думаю. Дачи, строительство. У нас же не только люди развлекаются, но и занимаются, так сказать, полезным трудом у себя на участках. Вот травмы на датчик, порезы разными инструментами, пилами, болгарками, всякие раны там. Что происходит? Вы затронули одну, наверное, из самых актуальных тем травмы в летний период. То есть это кисть и пальцы. Так. Очень часто, ну, мужчина же хочет построить свой дом, сделать новый забор, начинает работать с силовым оборудованием, нарушает технику безопасности. А может, и не нарушает, но где-то отвлекся. И получаются травмы. И причем травмы достаточно серьезные, потому что силовое оборудование, ну, чаще всего это циркулярки, болгарки, электрорубанки. Получаются неприятные травмы, которые требуют чаще всего хирургического вмешательства, и причем, возможно, неоднократного. Ну, то есть можно инвалидизироваться вообще? Ну, можно, попросту говоря, себе пальцы отпилить. Что делать, если, ну, вот что-то подобное произошло? Как, какую помощь оказать, если ты за городом, если связь плохая? Вот что нужно сделать в такой ситуации, если человек, ну, буквально отрезал палец? Вот мы все помним историю, когда это где-то было в районе, там, на предприятии человек, там, отрезал себе руку и привезли сюда, да, и пришили. Но это скорее, знаете, исключение, мне кажется, из правила, и тем более в такой ситуации, это же кровотечение, боль, человек растеряться может, и окружающие люди, семья его, они тоже могут растеряться. Вот что делать? Есть какой-то алгоритм, как сохранить, если вы вот конечности повредили? Ну, все на самом деле просто, мы исходим из простого. Если у нас изолированная травма, ну, палец и кисть просто, мы, конечно, можем человека обезболить. Второе, мы его должны успокоить, положить, промыть водичкой максимум, что мы можем сделать, если рана загрязнена, не надо пытаться что-то оттуда удалить, какие-то отломки что-то, ничего делать этого не нужно. Если мы говорим о полном отсечении пальца, то его можно с собой, нужно с собой взять, и тут единственная может быть рекомендация, если серьезная травма кисти, это в ближайшее специализированное учреждение. А вот я знаю, что во льду везли, так надо делать? Действительно, гипертермия имеет место быть, но там не во льду, потому что можно заморозить, и будет у нас очень твердо. А как? В пакет с водой окунает, допустим, ложится палец, а этот пакет с водой помещается в какой-то контейнер, куда действительно ложится лед. Ну, это может быть термосумка, да? Термосумка, может быть, все, что угодно. Главное, чтобы не было прямого контакта мягких тканей с самим льдом. Были такие случаи в практике, когда привозили, мы говорим, а к сожалению, ну, так получилось, что уже не получится, потому что везли неправильно. Есть, ну, вот, вернемся к транспортной теме, есть еще более такой транспорт скоростной, это мотоциклы. Что про мотоциклы, то может быть, тоже сезонно. Вы знаете, я каждый раз испытываю дикий ужас, когда рядом ты слышишь вот этот рев, и там кто-то встает на заднее колесо, до сих пор такие есть. Мототравма страшная травма, и связано это в первую очередь с крайне высокой энергией, то есть большой скоростью. И на большой скорости, то есть транспортное средство, плохо управляется любой разворот, любая кочка, не так руль повернул, и хорошо, кто ездит в защите, она, может быть, убережет тебя от каких-то поверхностных травм, мягких тканей. Но иногда бывает настолько высокая энергия, что если куда-то еще человек, то есть эту энергию прикладывает, в другой автомобиль, в бордюр, то есть если есть столкновение. Если есть столкновение, как правило, это очень тяжелая травма. А какой вообще вид самый опасный получается летних развлечений? Да нельзя так сказать. Все можно делать, но с умом. То есть нужно, еще раз повторюсь, нужно подходить ко всему с умом. Никто же не говорит, что нельзя строгать рубанком, никто не говорит, что нельзя пилить, никто не говорит, что нельзя ездить на самокатах. Но нужно это делать все аккуратно, осознанно, в трезвом виде. Хорошо. Какие типичные летние травмы при отдыхе на водоемах, в отдыхе в горах, в лесу? Ну, в лесу про комаров, конечно, говорить не будем. Это травма, ну, деревом, сучком каким-то можешь пораниться, да. То есть, ну, говорить о том, что на тебя уж упадет дерево, не будем, но пораниться сучком. В горах подворачивают ноги чаще всего. Поэтому не зря же есть рекомендации, что когда идешь в скалы, в горы, нужны высокие ботинки с высоким верцем. То есть, они не предотвратят, возможно, травматизацию голеностопного сустава, но помогут ее... Зафиксировать. Да, сделать не такой сильный травмирующий агент. А еще такие есть травмы, вот я читала там, наступил на гвоздь. Вот в таком ситуации что делать? Наступил на гвоздь, ну, очень часто. Нужно обращаться в любое медучреждение, которое занимается оказанием амбулаторной помощи. Не вытаскивать его, да? Или как? Ну, очень редко бывает, гвоздь отдельно лежит, чтобы он тебе в ногу вошел. Чаще всего, он из доски все-таки торчит. Ну, не поедешь ты с доской. Конечно, ногу... У нас рефлекторно это получится, выдернуть ногу от того агента, что нам причиняет боль. Мы даже неосознанно это делаем. Скажите, травмированные люди, они что обычно делают неправильно? Ну, когда вот к вам привозят, а вы говорите, да зачем вы вот это сделали? Ну, если мы возьмем все-таки, опять же, самую распространенную травму кисти, где есть какая-то рана, очень часто люди не знают, что приложить к ране. И начинается... У девушек что есть там? Нет, ватные диски. Так. А это все очень сильно прилипает, это нужно все потом отдирать. А что надо прикладывать? Любой бинтик, любую чистую. Если вы даже дома, нет бинта, нет салфеток, не надо туда прикладывать салфетки, бумагу, все, что может там прилипнуть, порваться и остаться. Нужно чистенькая салфеточка любой одеждой замотать. То есть хуже от этого вы не сделаете, но рану нужно прикрыть. Прикрыть. Ну вот, чтобы такого не случилось, есть аптечка существует, и предусмотрительные люди ее собирают. Особенно там, я знаю, родители, особенно маленьких детей и подростков. Ну, вообще, часто люди предусмотрительные берут с собой специальную аптечку куда-то в поход, в отпуск, понятно. Но если, например, вот люди выезжают за город, что вы как травматолог рекомендовали бы обязательно иметь вот в такой аптечке на случай вот какой-то травмы? Ну, если мы будем говорить о том, что чего мы действительно можем, с чем мы можем столкнуться в походе, в чем-то еще, это все-таки мелкие какие-то ссадины, порезы, ушибы. Первое. Нужно обработать раму. То есть либо это водный хлоргексидин, либо спиртовой хлоргексидин есть, который продается в аптеке в суппортом доступе. А какой надо брать? Они для разного маленького мнения. Водный хлоргексидин просто промыть, либо можно просто водичкой обычной. А спиртовой мы это уже обработать, как спиртом обрабатываем ранку. Вот, естественно, это пластыри, потому что, чтобы не говорить про травму, но мозоли никто не отменял. И если походить сутки с мозолю, потом пойти никуда не сможешь. Обычные пластыри. Перевязочный материал, ну, если, скажем так, есть большое желание, вы опасаетесь очень травмироваться, тоже можно. Стерильный. И бинтик взять. Йод, зеленка. То есть что-то специальное. Ну, говорить о том, что... Самые простые, то есть средства. Самые простые вещи, которые, ну, всем понятны и логичны, с чем мы можем столкнуться. То есть брать с собой на природу, если вы пошли просто на столбы жгут, ну, нецелесообразно. А если вы пошли в поход на несколько дней с палаткой, то, наверное, нужно. Первое, все-таки нужно, если вы куда-то планируете уйти далеко и так далее, все-таки я крайне рекомендую сообщать сейчас, можно в МЧС свой маршрут. Да не можно, они должны просто это делать. Чтобы, если вдруг понадобится такая помощь, чтобы быстро до вас могли добраться. Потому что даже у жгута есть время. И не все люди... И подавляющее большинство не умеет его накладывать. И в подавляющем большинстве это и не нужно делать, на самом деле. Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что нашим зрителям не пригодятся советы. Все-таки желаю, чтобы в безопасной ситуации весь этот летний отдых прошел. Но тем не менее, спасибо вам большое за то, что, как говорит одна ведущая, одну из рубрик у нас предупрежден, значит, вооружен. Спасибо большое, Андрей Пандракт, травматолог, ортопед. Сегодня был в нашей студии. Это программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин